Космонавты Юрий Маленченко, Санида Уильямс и Акихика Хасиды под прицелом сотен камер. Каждое действие фиксируют и оценивают десятки специалистов. В центре подготовки космонавтов завершились экзамены. Сначала, как и положено, выбирали билет. В нем перечень нештатной ситуации. Всегда в каждом билете обязательно присутствует либо разгерметизация, либо пожар, отказы системы связей, разных узлов и блоков системы связи, отказы каких-либо систем жизнеобеспечения, также особенности работы с научной аппаратурой. За время подготовки тестируют не только физическое состояние космонавтов, но и психологическую совместимость. Тем более, если экипаж смешанный, как по географии – Россия, США, Япония, так и по гендерным различиям – женщина и двое мужчин. Успешные экзамены – шаг на финишную прямую. Одно из заданий – отработка действий при пожаре. И срочное покидание станции. Тренировка нештатной ситуации необходима даже для опытного космонавта Юрия Маленченко, за плечами которого четыре полета. Во время его экспедиции еще на станцию «Мир» в 1994 году случился пожар. Пожар – это тяжелая ситуация на станции, потому что замкнутое пространство, и это довольно опасно, и задымленность, она не сразу уходит. Нам повезло, что как раз в этот момент, когда оно возникло, один из наших членов экипажа там рядом находился, и он смог очень быстро локализовать, и этот пожарник пошел дальше. У астронавта НАСА Саниты Уильямс один полет. Но какой? Шесть лет назад на МКС она поставила женский рекорд. Почти 200 суток на орбите, из которых больше суток работа в открытом космосе. Мне кажется, что наш командный дух – это результат тренировок. Мы работаем вместе уже два года. Я считаю, что мы отличная команда. Я думаю, что это важно для хорошего командира. Когда ты доверяешь команде, а твоя команда доверяет тебе. Бортинженер экипажа Акихика Хасиды уже летал в космос на шаттле «Дискавери». Он девятый японец в космосе. А первым был журналист Ихиро Акияма, слетавший в космос на советском корабле «Союз» в 1990 году. Это моя работа, так как вы себе ее представляете. Но это также и моя мечта. Это новая возможность к саморазвитию, узнать что-то новое о нас, о космосе и о пути в новый мир. За несколько дней до отправки экипажа на Байконур прошло чаепитие традиционным напутствием главы Роскосмоса Владимира Поповкина. Старт экспедиции на МКС намечен на 15 июля. Вернутся на землю Юрий Маленченко, Санита Уильямс и Кахасиды в декабре, как раз под Новый год.